Открытые бриллиантовые директора, закрытые рубиновые директора, ВИП-50, Ольга и Александр Дубягик! Встречаем! Всем привет! На самом деле очень переживаю, потому что я онлайнщик до мозга костей, и для меня выступать на живую аудиторию очень всегда волнительно и переживательно. Хотя на прямые эфиры, на вебинары выхожу вообще весь проект. Вот, и сегодня я хотела поднять тему, вот сегодня было много историй успеха. Люди рассказывали, как они начинали, что они делали, почему пришли в Фаберлиф. Мне хочется повсуждать на тему, как продолжить. Не просто начать, начать легко достаточно. Взял, начал, зарегистрировался, глаза горят, амбиций много, желаний много, все хочу, увидел маркетинг план, зажегся, посмотрел на какого-то лидера в социальной сети. Я также хочу, ну, вы поняли, да, на энтузиазме, на вот таких вот эмоциях, когда все хочется, регистрируешься, и потом наступает момент, когда, может быть, какие-то не оправдываются ожидания, когда не работает какой-то метод рекординга, когда ты регистрируешь людей, и они не делают заказ, когда ты регистрируешь лидера, и потом он передумывает работа. И в этот момент очень важно найти в себе силы продолжить работать, продолжить репутинги, продолжить общаться с командой, вообще продолжать вот эту деятельность, будем так говорить. Многие называют это «выгорание», у меня «выгорание». На самом деле я слово «выгорание» узнала только, когда пришла в сетевой бизнес. До этого я вообще не слышала, не знала, что такое слово существует, и оно для меня до сих пор не совсем понятно, что это значит. Я «выгорел». Мне кажется, это какое-то слово очень странное, которое придумано для какого-то вот, как Саша говорит, для красного словца. У меня слово «выгорание» ассоциируется просто со словом «либо ты устал», слово «усталость», да, усталость тоже бывает разная, бывает эмоциональная, бывает физическая, либо, ну, просто в некоторых лень вникать, узнавать его материалы, внедрять его на практике каждый день, выходить из зоны комфорта, лень. И есть вот такое слово «выгорание». Я бы говорила, так и не успешно начать. Вот, где же себе найти силы продолжать, когда у тебя есть какие-то неудачи? У меня тоже были в свое время неудачи, и их было достаточно много. И моя ошибка, вот Аня говорила, что, ну, сегодня на бизнес-завтраке нашем, что нельзя делать ставки на одном каком-то человеке. У меня тоже была такая ошибка, на самом деле. Когда я начала рекрутировать, я рекрутировала «Водноклассников», «Метод спама», и вот он, наконец-таки, мой первый лидер, пришел ко мне строить бизнес. Я, грубо говоря, вцелилась руками, ногами, виновь, ну, вот он, у меня сейчас будет директор. И забыла, забыла про остальных людей, которые находятся в моей структуре. И когда этот лидер достиг звания 19%, я уже становлюсь, все, ну, вот уже через еще один шажочек, и у меня будет директор, я стану старшим, а, нет, на тот момент уже серебряным директором. Но девушка передумала работать, ушла, у меня там какие-то проблемы были, муж не разрешил, еще что-то. И она уходит, говорит, я работаю точно. В этот момент я думаю, ну, все, мой бизнес закончен. Но не сделала ставку, точнее, сделала ставку на одного человека. В этом была моя, конечно, колоссальная ошибка. Вот, спасибо наставнику, спасибо команде, спасибо мужу, который поддержали в тот момент. И вот таких вот моментов было, в которые начинаешь думать, блин, может быть, ты какой-то не такой наставник, может быть, ты что-то неправильно делаешь, недодал, недолюбил, ну, там, не знаю, начинаются вот эти вот куча мыслей в голове, что ты что-то не так делаешь, что ты не был наставник, недолидер, еще что-то. Но на самом деле все люди, которые приходят в команду, у них есть своя голова на плечах. У них есть какие-то свои хотелки, свои проблемы. И если вы, как наставник, все делаете, отвечаете на вопросы, помогаете по обучению и вообще, в принципе, эмоционально, то это выбор каждого человека. И когда нам плохо, точнее, не то, что когда нам плохо, когда у нас не получается что-то по рекрутингу, по работе, куда мы идем? Куда мы идем? Как вы думаете? Наставник. Наставник. А еще куда? На девушку. Это не поможет. Мы идем к людям, мы идем к наставнику, раз, человек. Мы идем к своей команде, два. Мы идем просто в интернет. А вот я сегодня тоже утром говорила, что какой-то был момент, что как-то что-то не то. Я пошла проводить интернет-эфир, выходить к людям. Огромное хочется спасибо сказать моей команде, моим директорам, Люба и Катя, другого. Потому что они на самом деле прям чувствуют, когда у меня что-то вот не то настроение, что-то не получается. Я сам в сторис у меня там не снимается, что-то еще. И либо Люба, либо Катя пишет мне, вот у меня в течение дня там не вышло определенное количество столиц, либо они заметили, что у меня там в чате, я не так активна. И они мне пишут прям в личку. Оля, а у тебя все хорошо. Чем мы тебе можем помочь? То есть вот это настолько клево, настолько классно. И наставник у меня замечательный, которому я могу написать, пожаловаться, поплакать кому-то еще. Вот, поэтому всегда, когда у вас есть сложности, трудности, идите к людям, идите к своей команде, идите к своему наставнику, идите в интернет, идите к своим родным и близким. И хочется передать слово Саше, потому что он прошел все круги, так скажем, все прелести. Он и сейчас работает с нами, да, со мной, мы вместе работаем в семейном контракте, но так было не всегда. Мы работали и в найме, и... Да, давай уже, кури. Спасибо. Вот если разгоняется, да, то его просто несложно. Всех приветствую, зовут меня Александр Дугага. Немножко расскажу, ну, Оля рассказала про выгорание, я его тоже коснусь в своем рассказе, но немножко расскажу как бы свою историю, да, как я прибыл. То есть работал я, как и многие, возможно, в зале по найму, и работал на руководящей должности. У меня была... Я был заведующим магазинов, трех магазинов, то есть довольно крупные сети в городе Сочи. Было подчинение около 60 человек. Зарплата была хорошая, и, ну, вроде, да, ничто не предпочитало беды. Работа в найме, стабильность, все круто, но найм, как выяснилось, да, в дальнейшем, это на самом деле иллюзия стабильности. И я думаю, что, наверное, все-таки... Ну, нет, к этому вернусь. Была такая иллюзия стабильности, но в один прекрасный момент наша фирма просто в один день ванкрутится. Фирма была на 40 магазинов, и просто представляешь, сколько людей оказались, ну, ни с чем на улице. И в этот период в найм конкретно... Идея найма просто лопнула, как мыльный пузырь, что никакой стабильности-то и нет. И помимо того, что, скажем так, это был стабильный, да, вроде найм, но официальная зарплата была у меня на тот момент 4,5 тысячи рублей. Неофициальная была, ну, там, в 40 раз больше, скажем так. И поэтому остаться... Ну, есть, у меня остаемся с нулем. И идея найма больше меня... Да, он в декрет в этот момент находится, но не суть не в этом. То есть, идея найма, то есть, рухнула для меня, как человека, то есть, я понял, что это все ширма, это ненадежно. А что надежно? Все говорят, традиционный бизнес, иди займись. То есть, это же круто быть предпринимателем. Ну, я так подумал, тем более опыт у меня уже был управления, я работал в продуктовом магазине. Оля Пенина, не вижу, где ты сидишь. Я снимаю вам, как и мой эфир. Да. Очень сильно твои слова откликнулись во мне, когда ты сказала, что никому врагу не пожелаю. Ты сказал про ресторанный бизнес, мой бизнес был продуктовый. Честно сказать, вот все, что ты сказала, это и меня касалось. Я думаю, многих традиционных бизнесов это касается. Да, на самом деле, традиционный бизнес, он очень энергозатратен. Помимо того, что он материально затратен. Приходя в традиционный бизнес, ты вкладываешь свои деньги, не дай бог, если они еще и заверные. Ты, войдя в такой бизнес, отдаешься в него с головой, как Воля сказала, что это 24 на 7 в магазине, у тебя нету выходных, нету отпусков. Детей ты видишь действительно, дай бог, на выходных. И в целом, этот бизнес, да, он может вам принести, то есть я не говорю, что традиционный бизнес, он не прибыльный, нет. Да, он прибыльный, но очень с большими энергозатратами. И статистика, да, она упрямая. И, как говорится, два, кажется, два процента стартапов за два года выживает. То есть представляете, какой процент этих традиционных бизнесов закрывается, а с ними закрывается, представляете, какое количество судеб за ними стоит, да. То есть мы вот жили в Краснодаре, и у нас огромный район, примерно на 100 тысяч людей. И на каждом, ну, знаете, в домах есть цокольные этажи, где занимаются традиционным бизнесом. Но вот на моей памяти, мы прожили в Краснодаре почти 4 года, магазинов закрылось на моей памяти, ну, не меньше 50. То есть открывается, закрывается. Идешь сегодня, один завтра, другой. И обычный обыватель идет, смотрит, о, классно, сегодня там что-то продают, завтра косметику, послезавтра молоко. А я, как предприниматель, я понимаю, какие, во-первых, силы и надежды вложены в этот бизнес, да, то есть материальные. И тут же сколько закрыто, да, то есть сколько судеб на самом деле может быть порушено. Поэтому традиционный бизнес, ну, в свое время, то есть я его открыл, ну, я в том числе, что мой бизнес не выжил, меня затупили конкуренты. То есть первый год я еще работал на плаву, а второй год все было хуже, хуже, хуже. И дошло до того, что, ну, я, грубо говоря, в найме мог бы зарабатывать те же деньги, что и в традиционном бизнесе. Хотя для окружающих, я был генеральный директор своего магазина, круто же. Ну, при этом я и кассир, я и упорщик, я и, там, пасовщик, и доставщик. Вот, какая роль Аймаша тут не соврет, да, то есть она. Я упорщица, я бармен, я повар, я официант, я бухгалтер. Все правильно, потому что... Все правильно, да, ты говоришь, потому что, когда ты открываешь свой бизнес, ты за него так держишься, потому что у тебя нет права на ошибку. Ты понимаешь, что тебе нужно отбивать свои деньги. Тебе нужно зарабатывать деньги, у тебя есть семья, за которую ты ответственный. И мой бизнес, он сгорел. Ввиду общину, то есть, разные причины, можно в фильме перечислять. И так и пришел первый раз Уэля... Уэля уже? Да, Уэля была в сетевом этот момент. Кстати, с моей подачей. Но это было на нашей истории спектра, так что я сейчас не буду к этому возвращаться. Все в том, что пришел этот сетевой, и пока я работал, я очень много видел схожести, да, то есть сетевого и традиционного бизнеса. И, ну, начал осознавать этот момент, что сетевое, оно традиционное, это на самом деле не отличается. Здесь нужно работать. Но у сетевого очень большие плюсы перед традиционным бизнесом. Все здесь сидящие начинают с сетевой с абсолютного нуля. Вы не вкладываете ни копейки в том, чтобы просто заинвестироваться, да, в компанию, и у вас появляется свой гипермаркет. То есть я, чтобы открыть гипермаркет, ну, ладно, не гипермаркет, супермаркет, минимум, потратил очень много времени, очень много сети и много денег. Вы, да, то есть раз ты приходишь в компанию, у тебя уже все это есть. Тебе не надо вести бухгалтерию, тебе не надо думать за логистикой, тебе не нужно думать про акции. Компания Фаберли предоставляет огромные акции. То есть твоя задача – это просто распространить, да, то есть, грубо говоря, любыми способами, мы знаем, что способов компании Фаберли для работы очень много кому-то, очень нравится работать по потеку в округе. Половина, ну, или больше половины здесь людей являются онлайн-то предпринимательными. Но я к чему веду, что такой бизнес доступен абсолютно всем. Любой пенсионер, не знаю, продавец, да, студия может войти в этот бизнес, даже несовершеннолетние могут в этот бизнес войти. Все мы знаем, что регистрация у нас 14 лет. И перед вами открыты огромные возможности без того голодника, который присутствует в традиционном бизнесе. Вот с чему я пришел. И теперь вернусь к моменту выгорания. Настал такой момент, когда уже мы были в Краснодаре, мы купили квартиру благодаря Фаберли. И, ну, все встречаются у нас в своем выгорании, да, так называемом. Ну, мое личное, я не буду говорить за себя сейчас, мое личное выгорание. Я понимаю, что на тот момент я допустил, ну, большую ошибку. Но, с другой стороны, я благодарен этому опыту, потому что сейчас я стою опять здесь перед вами. И в чем моя была ошибка? Я словил вот это выгорание, как он сказал, ну, называемое. Я почувствовал свою беспомощность. В чем она вызывалась? Получается, мы приехали в Краснодар, да, получилось, мы более настроен рекрутинг-автоматизация. То есть, ну, все приходят к автоматизации, да, чтобы облегчить свой путь в этом бизнесе. И я почувствовал себя лично. То есть, я с полезным, потому что автоматизация настроена, регистрация идет, Оля с командой работает, а я для чего. То есть, и, ну, это может быть мужской загонник, но вот конкретно я на тот момент почувствовал себя просто бесполезно. И думаю, а почему, ну, то есть, что мне делать? Я думаю, пойду тогда в найм. Потому что, ну, здесь мне не место. И я ушел в найм. Вот, вот я проработал в найме. Я работал в оптовой компании по продвижению дверей лабината. Ну, она на UFO работает. Вот. Но, окунувшись обратно, я в этой компании был на хорошем счету. То есть, как работник, то есть, я ответственный. Меня хвалили начальники. То есть, предлагали, Саша, оставайся. Будешь у нас топ-менеджером. Да, то есть, в этом плане, то есть, все хорошо. Но мысль, я понимаю, что там есть потолок. То есть, есть потолок. Я там не разорвюсь. Плюс меня, вот не знаю, как вас, меня еще, когда я работал заведующим, меня в Сочи. Это был период Олимпиады. Меня очень сильно с того момента очень сильно убивала дорога до работы. Не знаю, кто на найме работает, но, наверное, поймет этот момент, когда тебе нужно встать в 6 утра и приехать к 8-9 на работу. Моя работа находилась в 50-ти километрах. То есть, у меня на дорогу на тот момент уходило до 5-ти часов. Куда-братно. Это в пробках. Соответственно. И это был просто ужасно. Я настолько наелся вот этого стояния в пробках, я понимал, что я сижу, я не дома. То есть, я не вижу семьи. Я понимаю, я еду и понимаю, блин, я бы мог в этот момент быть с детьми, с женой. А я сидел в пробках. И когда я второй раз попал на работу, моя работа была в 3-х километрах, на этой особенности Краснодара. Но на дорогу у меня ходил 2 часа до нее и 2 часа назад. Потому что город задыхается в пробках. И каждый день я ехал в пробки и просто проклинал эту работу. Я ненавижу ездить на эту работу. И вот эта история, то есть, я выиграл, да я ушел. Но я не смог проверить. Я видел, во-первых, как более дальше развивается. И я в один прекрасный момент вернулся, сказал, через город. Сетевого самая лучшая. Да. Я пришел к мысли, что лучшей сетевого на тот момент нету в компании. А, еще момент. Я вот отвлекся, написал себе, извиняюсь. Уже заканчиваю. Помимо этого, в этот год, когда я был в инвестиции, ну, думаю, раз я на ней не работаю, думаю, ну, Оле, все замечательно. Попробую какие-то другие направления. Думаю, может быть, кто-то в этом зале уже пробовал. Это были разного рода инвестиции в криптовалюты, разные столы. То есть, это был опыт. На самом деле, я не стесняюсь этого опыта. Это был интересный опыт, но статистика печальная. Думаю, как у многих. И биржевые торговли, да, все здесь было. В этот момент, опять же, инвестиции, есть такой бизнес, никто не спорит, он прибыльный. Но, опять же, инвестиции начинаются с чего? Кто-то скажет, вложения. Вложения, причем вложения с хороших денег, понятно. Стараются вложить больше, чтобы получить больше. Соответственно, инвестиции, своего рода вложения, но с небольшим, да, то есть шансом банкротства. Соответственно, мои потуги, как оказались, тоже тщетные. Но это мой опыт. И вот этот уже момент меня окончательно привел к тому, что сетевой бизнес – это бизнес стабильный, надежный, официальный. И что мое место именно должно быть здесь. И придя к Оле, мы сели, пообщались, и я решил, что я возвращаюсь. С этого момента наша жизнь улучшилась, я считаю, потому что вместе у нас больше возможностей. При этом мы кардинально решили поменять свою жизнь. Мы переехали в другой город, купили здесь, в новом городе, Кирове, квартиру. К нам, когда мы только решили это сделать, не знаю, это возможно проведение, кто как хочет называет, к нам пришли новые лидеры, мы выросли в статусе, и думаю, что на этой волне мы пойдем дальше. И я к чему все веду? Ребята, не думайте, что вы не в том месте. Компания Фаберлик – это именно то место, где вам нужно быть и развиваться. Ни в коем случае не останавливайтесь. Этот бизнес, я на моем примере, посмотрите, я перепробовал много из подстазей от найма до сетевого. Просто делайте свое дело и будет у вас результат. Вы в нужном месте, в нужной компании и, что самое важное, вы в нужном проекте. Круче нашего проекта просто нет. Наша платформа, которая у нас есть по Фаберлик, да, которую сделал Максим, спасибо ему огромное. Таких инструментов нет ни у кого. Ребята, работайте, пиарьте, бегите с этим флагом впереди всей планеты и показывайте, какие вы крутые. Люди к вам пойдут. Спасибо вам за внимание.